так привет друзья мы снова вместе это примерно 10-12 фильм вот ну и первые десяток фильмов это было первый класс переходим во второй а будет третий, восьмой, десятый и так далее если здесь посвящаются студентам а это в статье уже лет 8 наверное вот 6-8 то сейчас мы я уже адресую и их преподавателям студентов и докторам наук и даже академикам постепенно через 5-10 таких материалов полчасовых выкаются свидетелями рождения Нобелевской премии ну Россия она не нужна Путину не нужна вернее он его нужна только он об этом никогда не узнает помощники считают что мы это всего лапа россияне вот поехали вегетативные гибриды это будущее науки или монстры на подобии ГМО так вот с монстрами это мне одна из садоводов задала с ужасом вопрос потому что действительно папа подвой нет мама подвой папа привой не скрестили а сживили с помощью прививки получилось ни папа ни мама вот и даже не сосед итак Юлия я почему буду об этом говорить слух сам ненавижу читать с экрана лучше слушать многим это будет по нраву здравствуйте уважаемый Валерий Константинович первую курсовую работу я закончила оценили на четыре она проходила у меня производственную практику студентка университета чего не может быть никогда у меня у садоводолюбителя признали заключение дописывала уже в последний момент оно оказалось вроде бы по делу но не по содержанию работы надеюсь вы оцените более строго если у вас сойдется время можете прочесть приму любые замечания предстоит еще одна курсовая и дипломная для диплома необходима практическая часть не могу поделиться с темой подскажите пожалуйста какие практические сведения сейчас являются актуальными думаю стоит продолжить тему абрикосов или по крайней мере садовых культур смущает ограниченность во времени следующей весной уже защищаться за этот вегетативный период видите как интересно это слово какое вегетативный период надо проделать всю работу научный руководитель склоняет меня к исследованию морфологии, анатомии и гистахимии растений у нас есть доступ к оборудованию чтобы этим заниматься я не могу понять практическую значимость этого изучать просто для того чтобы понять как это устроено мне нужна еще и личная корыстная выгода дипломной работы делать не потому что это надо делать а чтобы решить какие-либо какую-то из проблем актуальных сегодня чтобы пополнить багаж знаний примет на практике то что узнаю чувствуете разрыв между никому не нужной теорией и ее мыслями возникла мысль заняться изучением гистахимической совместимости подвою привою это ближе к делу преподавать задумкам понравилось что вы это скажете железо привет юля подкупил уже то что вы писали у меня семена еще то что вы сибирячка а еще ваши слова о корысте которые означают что вы можете сделать профессию агронома и уважаемой и успешной и денежной и совместить практику с наукой редчайший случай она стала питомниководом с моим благословением и так по порядку позже я расскажу о нескольких новых направлениях железу на тенков и вы сами решите что вам надо но именно гистахимическое исследование новых и хорошо забытых старых направлений придаст необходимую научность того что вы сотворите в реальном плане и вдруг благодаря вам вегетативная гибелизация выйдет из подполья и переселится из любительства в научные сады а теперь внимание сейчас поймете в какой атмосфере вам предстоит работать притворяясь плодомерной и прилежной ученицей авторитетом от науки начну издалека чтобы вы поняли вот у вас в скобках у вас курсовые ссылки на нашу Скордиумову книгу что компромиссов у традиционной науки прошу прощения и у северной технологии не будет ярчайший пример цитата из лучшего российского журнала «Вестник садовода» номер 4 «Таши расшифровый автор статьи доцент Эрг ЭМСХ им. Тимирязио А. Куленкамп доцент и сравнение и все обратно в своем блестящем статье о выдающемся садоводе Н.М. Раевском имевшем должность внимания президент императорского российского общего садовода то есть до 17-го года и вот авторитетичный ученый Александр Юрьевич современник не встал ни на чью сторону разница в 100 лет за что я ему благодарен отчаянно он ученый просто не был в моем саду и не видел этот феномен из десятков случаев понимаете президент императорского общества он жил в Крыму и оперировал прививками культурной на культурной поэтому ничего я не заметил то есть он бы со мной не согласился но уже само сравнение с самим президентом императорского для меня это настолько престижно что я прямо обижаться не стал итак вот один перо и главный моем саду Манджирского абрикоса я делал лет 15-20 назад под наблюдением известного ученого кандидата в Серховный Сауз Турсуна Дескобила вот оно вот оно вот такие они были а это фото 2 от крайне собственной дочки Манджирца Патриарха а ведь годом ранее плоды были то есть как у Патриарха то и желтая смотрите ничего вас не представляет меня представляет до сих пор согласитесь совершенно не похож на маму отметаем подозрение что папа был с ярко-красными плодами и передал эту окраску по наследству не было у меня до 2011 года в саду таких ярких плодов ищем влияние инфицированных генами академика вот он тоже 13-й год смотрите ага попался что такое инфицирование термин лично мой вот увидите уважаемая Юля что стандартная курсовая и даже дипломная работа из выдержек от прежнего садоводства это так далеко от того что вас ждет впереди и так среди академиков нашелся вот такой претендент в отцы ярко-красных плодов из-за своей довольно яркой краски и внимания и именно черенок академика не прижился на Маджурце но успел передать ему часть своих генов инфицирования по железу в виде благородных листьев вот а к десятку таких чудес теперь еще и сравните климат Крыма и Краснодарского края то мне ведь надо вербовать сторонников таких отчаянных как вы уважаемая студентка Юлия направление задано вегетативная гибридизация наслоение ментора селекционное клонирование закон сопочинения почек прививка и расшатую наследственность ребята мы только в второй класс пришли так что не пугайтесь это все только бы ваши преподаватели поддержали вас так как тут особый случай наука может только объяснять чудеса в садах любителей а толкать от случившихся никогда наоборот спланировать в северных садах будущее летать невозможно вот вам новый постулат от Железова в северных регионах и при скрещивании и при вегетативном направлении прививки гены двух родителей живучих на глонице выживания не подчиняясь законам Менделя складываются в невообразимую мозаику смотрите фото с урожаем абрикосом на моем сайте сможете одновременно сможете оставить одновременно ученым практиком порядочить эту мозаику мы ветераны любители просить только полпути вот вам на близкое премь без всяких шуток вот быстренько быстренько так быстренько быстренько я сослался на свой сайт вот он сайт я уже пару раз показывал он такой что лучше его показать три раза вот а вот она фотогалерея вот а это все не замечается наука и уже столько лет прошло 20 лет как даже ученые знают вы думаете Ореникап в популярнейшем журнале сравнивал мое мнение с мнением президента он-то откуда знает вот и в публикации Железова в крупнейших газетах смотрите сейчас секундочку вот все это не может быть никогда все это в Сибири все это морозы до 40 иногда больше все показывать не буду я показываю только 2-3 года вот видите где вот эти пробелы это года 2-15 2-15 13 вот видите что делается это всего 2-3 года вы видите и так я вас в чем-то убедил наука убедить невозможно а уже убеждать некого все ее специально задушили без этим безденежным вот кому-то надо чтобы мы покупали отравленную для плоды которые 40 обработок за сезон имеют и все это в мякоти итак Юлия студентка короче я вам пообещал Нобелевскую премию Юлия если доведете до конца спасибо за ответ Олег Алексеевич тормозит при выводе конкретной темы еще полное отсутствие какой бы то ни было практики в сочетании со скотными теоретическими познаниями кстати с тех пор прошло 6-7 лет так что теперь вы уже совсем другая Юля я так понимаю необходимо создать мост между научными институтами и практикой садоводов любителей мост так и создан не был также я поняла что ваши вегетативные гиблизаторы население ментора селекционное клонирование закон сопочинения почек при прививках и недействованность закона Менделя не признается наука верно? увы вы же если исследовать совместимость тканей например одних тех же видов дичков в сравнении до прививки после первой прививки после второй прививки то может доказать что дичок видоизменяется и приспосабливается к культурному прививку в принципе Юля вы правильно говорите они без этого не могут без наукообразности но по настоящему все доказано Юля студентка сутствие практики не беда поделимся готовыми наработками давайте возьмем основу прививки последнего поколения мы с железом младшим наштамповали снова не на одну диссертацию приезжайте отслеживайте описывайте берите образцы из зон Блатенкова еще семена и черенки уже состоявшихся диссертативных клонов нужна ваша свежая кровь милая студентка так как до официального признания нового направления пройдут годы и десятилетия нелегко мне было уговориться на Сергея поступить пока четвертый курс на самую непрестижную профессию агронома но уже к вам молодым профи наверняка изменятся отношения со стороны ученых круга примут за своих раз будут дипломы у меня тоже диплом у меня знаете какие дипломы металлург цветных металлов лучший изобретатель города Норильска скудное познание в теории это огромный плюс вы то ее и будете создавать с помощью гистохимии ведь любое несоответствие необычных плодов любой осеплененный ученый с легкостью необъяснимой и не глядя и не глядя объяснит и уже объяснили мне ментором почковой вариации еще мудренее иной степени дифференциации представляете как сразу стало все понятно вот у самих таких садов нету у меня получается иной степени дифференциации то есть подвое остался подвоем по их мнению привод приводим а небыще плоды тут-то и началось уже пять лет всеобщее угрюмое волчание я иногда со смешкой говорю ветром надув а правда пока скрыто и отменяют оппонентов да плоды мы изменили в лучшую сторону стоило приучить привод полная белогичная совместимость к диким подвоем как они внимание уютно устроивших на них не только не одичали а наоборот раскрыли лучшее культурное качество перестав бояться морозов бояться морозов перестав это есть вегетативная гибридизация по железу Золотинкова Бородскому еще вот вам новое направление облагораживание подвоенных сортов то что я назвал вегетативной гибридизацией наоборот не менее загадочно реально интересно до ужаса такой выдающийся ученый как А. Куленкамп не стал бы просто так упоминать мою фамилию рядом с фамилией главного садовода царской России М.Н. Раевского все же заметил вы поняли на что я намекаю дорогая Юля пройдите по лезвию ножа и умудритесь остаться своей и там и тут Вера пишет Юрий Алексеевич Валерий Костинович спасибо за содержательный материал особенно по гибридизации что удивительно или в порядке вещей но это работает не только у растений и насекомых тоже на уровне членского организма и кажется мне даже есть уверенность что современная медицина не готова это принять внимание в скобках описаны случаи как пересадка органов и даже переливание кровь изменяет характер и кто знает может даже генотип вспомнился почему-то гамонкулс но у вас на сравнении кровь переливает миллионом пока гамонкулсов не заметили но этого немножко конечно преувеличили меня 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 посетила мысль о том что природа недаром создала генетический барьер при половом раздражении дабы не плодить гамонхимер видите чтобы не плодить гамонхимер генетики напрямую лезут в ядро авиитативная генетикация не идет ли в обход когда отдаленные последствия невозможно предсказать особенно когда новая прогрессивная технология попадает в нехорошие руки все живые организмы имеют не только генетический набор но и индивидуальную энергоинформационную структуру в которой заключено понятие жизнь и какое влияние оказывает гемодизация на этот жизненно важный фактор неизвестно а вдруг то что не укладывается в загоны Менделя происходит на энергоинформационном уровне со всеми вытекающими так сказать дальнейшее шепотом вегетативная гибридизация более продвинутый а следовательно и более потенциально опасный метод создания новых качеств новых генетических организмов сбалансированных и гармоничных в монетериально энергетическом плане а значит совершенных и независимых в своем существовании человека а значит неконтролируемых и непредсказуемых вспоминается кое-что из фантастики недаром есть мнение что фантасты это завалированные провидцы хотя мечтается о персиках и черешнях в саду о вам дай власть президентскую запретили бы приемки а персики это только там в Крыму ой какое там нету ни хрена в Сочи нету ой персиках абрикосов нету вот до чего дожили извините за сумбурное высказывание возникли по ходу ознакомления с материалами о теоретическим аспектом в саду в основном я занимаюсь железом привет Вера Юлия можно отвечу вам сразу обоим одна из вас необычайно умна и прижала нас в отелковом к стенке а вторая возможно первая и последняя из миллионов студентов достигнет с нашей помощью таких вершин что ее будут честить как нобелевского варианта пока наши ученые униженные раздавлены нищетой и равнодушием верхнего шалона не могут и близко приблиться к этому педесталу а как знаете как звучит один из моих постулатов без внедрения в ядра клетки гомоник ночи быть помянутые невозможно в любом относительно южном регионе создать моряцойки сорта которые могут перенести более северный регион без ухудшения кольца плодов понятная речь идет о северных гибридах но начнем с того что вегетативной гибридации в дальнейшем оказывается нет и быть не может когда-то она приснилась самым ученым начиная с мировых величин Дарвину Мичурину Лусенко Глушенко и другим лично я первые 20 лет не имел понятия великой буре разразившейся в научных кругах в сталинские времена когда проигравшие отправились по этапу или прямо на небо в саду и соответственно не собирался потрясать биологию отдельно за случай резкого изменения в свойств плодов и привод в первую очередь плодов считал как и принято в сумеренном науке ментором но вам один из самых ярких примеров однажды в моем питомнике произошла катастрофа в марте случилось обманчивое ласковое солнце я слишком радно привел полтысячи культурных абрикосов на манжурцы предыдущее поколение сенцию были самыми стандартными инкубаторскими то есть мощным ростом и мелкими листьями вот такими и вдруг в апреле вернулись 20 градусов мороза и зазеленевшие побеги хоть и находились под бутылками в большинстве случаев погибли а подвоенные манжурцы им сибирские катаклизмы по барабану будучи по природе потенциальными гигантами вымахали в огромных деточек например эти два плоды с фото 2 он же левый из тех что на фото 5 имеют возраст неполный 3 года причем после неудачной прививки на уровне земли весной когда исполнился год прошло всего 2 года и это бесполиво и на почве где ранее садили картошку и не выкопали ничего не росло видели и у меня начал съезжать крыша приглядимся левый маньчжурец корнесобственный отрастил самые крупные листья и стал похож на вегетативного папу чью прививку подвоенный маньчжурец отверг и внимание это не исключение на многих маньчжурцах освободившихся от мертвых или полумертвых привоев слово заметьте какое освободившихся оказались листья размером ничуть не мельче чем у классических академиков баев и амур благородство сеансов поражало чем свидетель сам курдиво тогда им пришлось вводить в оборот новый термин инфицирование допросит меня наука подробнее об этом на моем сайте материал взгляд за горизонт раздел 2 не считав в тот момент застал мне еще раз привить те же облагороженные сеансы и продать остались десяток не приводящих повторную прививку и внешне неотличимых от культурных абрикосов мирового уровня с нетерпением ждал первого рожая на облагороженных манджурцах почти не сомневаясь сенсацией а она не случилась да плоды несколько отличались от чисто манджурца чуть съедобнее чуть крупнее или мельче потом еще сенсация все же состоялась все сеансы с разными плодами вплоть до шедевров как-то фото 2 смотрите статью загадочная сеансы манджурских гибридных абрикосов на моем сайте пришлось мне еретику от науки наглому и собозванному придумывать еще один термин расширяющий рамки познания вегетативной гибридизации наоборот или сверху вниз именно против этого и возражал знаменитый царский ученый садовод но вернемся к началу после опытов вполне успешных еще и с вишней черешнями и абрикосов сливовыми вегетами удача начнула повраться ко мне задом черешни снова превращались с вишней а измененные в сторону абрикосов сливы прибавив качество плодов имели короткий век начали думать уже втроем с латинковым братским внешними мужиками и прирожденными садоводами стало понятно почему почему в опытах оппонентов развенчавших латинковщиц не повторилось и соответственно не получились вегетативные гибриды да они и не могли повториться один из моих постулатов звучит так вегетативный гибрид на других подвоях неродственниках не повторяет качество предыдущего поколения от которого взяты приводят и вот мы с ЮА и ЮВ придумали еще несколько правил и ВГ теперь уже можно пощупать руками попробовать на язык обедаясь вкуснейшими плодами которыми нипочем морозы до минус сорока и заниматься этим уже вашему поколению уважаемая студентка Юлия наверное сейчас уже не будет противодействия от ваших возрастных преподавателей пусть и посмотрят они на ваш интерес к ВГ как на причуду чем бы дитя не тешилось могут ли ВГ стать монстрами убивающими людей на подобии ВГ Уважаемая Вера давайте с ним шляпой посим память первых жертв ГМО наших домашних насекомых тараканов с которыми у нас был общий стол но которых погубила более быстрая сомневая поколений если ученые даже этого не заметили и не воспротивились то жди беды теперь уже с человечеством вы для нас вера и ваше тревожное письмо предусережение просто находка нужна широкая дискуссия хотите иметь из вашего письма наследие червящие персики в саду где мороза под 40 можно но только в виде ВГ оживляем практически несъедобные подвойные вишни в одном случае и те же ванжурши в другом с роскошными привоями далее все как уже сказано нам не раз зона латинкова закон сопротивления почин срекционно клонирование наслаждение метра можно ли считать что насильственные гибриды ВГ между вполне безобидными по отдельности те же вишними дикие морозтойкие и черешними сладкими беззащитными станут опасными монстрами теперь уже пусть каждый ответит сам перед наукой своей совести лично для меня вполне безопасно вот мой пример это как смешать натуральные соки со сладким со сладко-кислым или чисто сладким ну вспомните яблони плюс персик вишня плюс слива и все в одном пакете и никто не умирает от того чтобы смешали и не болеть заболеть от ВГ невозможно да и каждый подвой и каждый привой обладает своеобразными ликоцитами убивая чужеродные гены ВГ в абсолютно большинстве случаев это я про ваш удачный термин генетический барьер уважаемая Вера к тому же повальное влечение ВГ науке пока не грозит уважаемые друзья а вы уважаемая студентка Юля поняли теперь зачем пригласил вас в свой сад делать курсовые дипломные работы дух не захватывает ниже я размещаю несколько фотографий с комментариями чтобы еще больше удивить заинтриговать и заинтересовать именно вас а с именинным садоводом из Сарской России Раевским я теперь смогу поговорить и поспорить только на том свете на вход А6 ветка чуть повыше часть манджурского абрикоса до прививки на нее академик абрикоса академик ветка манджурца ниже после неудачи прививки погиб даже не воспользовались садоводом как он преобразился видели это родной тоже вроде вот так вот еще один саженец манджурца после гибели академиков успевшего заразить манджурц вот видите помните там выше было мелкими листиками чистый манджурец вот он таким стал от неудачного прививка подвой стал таким еще раз напомню более полная картина в статье загадочная седанец манджурского абрикоса и вам уважаемые гибели всю жизнь придется разгадывать главное чудо вырожая абрикоса 13-го года внезапное покраснение плодов при максимальном вырожае и крупности плодов на десятках привитых непривитых абрикосов смотрите сайт а что дает себе дальнейшее расшатывание насильственности еще один пример реальной возможности вот я боюсь что в наше время скоро отключится этот самый как он называется этот аппарат и сам так осталось две минуты так сильная роскошность слива на манчжурсе по технологии железа на слоне ментора вот смотрите как она вот это исходный материал чудо красота прививаем сувенир востока на манчжурский абрикос заметили как меняется в сторону манчжурса слева как меняется становится на манчжурс похожий вот но я уже быстрее потому что сейчас закончится прошло еще два года перенос второго поколения на третий и абсолютно другие плоды сахаристы в два раза больше жаль некогда сейчас все читать читайте вы потом еще раз включите еще раз постарайтесь все это а теперь осторожно спрашиваю уважаемая студентка Юля готовы ли вы продолжить на самом деле эту неблагодарную работу у меня есть догадка как это могло произойти внимание невозможно даже с точки зрения генетики я про изначальную до появления человека культурность плодов я их высказал в том же журнале весик садовода и получил отлуп от уважаемых ученых фамилию не называю пусть живет славском сом дичь но меня невозможно уволить ну а дальше опять-то попробуйте отличить теперь веточку абрикоза от веточку сливы нет этого не бывает вот сейчас просто фотографии однолетние привитые у земли подчеркиваю однолетние привитые у земли культурные абрикосы даже не однолетние 5 месяцев на манджурце который дает мощный рост он сам по себе мощный агитативные геклоны по принципу каждое дерево одно на всю планету вот переделанное вот переделанное вот вот они мои чудеса видели вот они я всю картину вам не показываю потому что буквально нет времени через 20 секунд остановится это это самая запись вот обращаюсь к гребрику со словами благодарности потому что он единственный кто не испугался меня печатать вот читайте это сами и вот мои данные вот мой электронный адрес вот мой сайт все друзья сейчас он сам остановится я не прощаюсь с вами до следующей записи это одна из важнейших статей о том что не может быть никогда потому что они хотят это видеть что не может быть